Дороги без оторов. Как коммунальные службы расчищают улицы областного центра? Почему припаркованные авто становятся главным препятствием при расчистке улиц? Зимние травмы. Что становится причиной растяжения и переломов у горожан в этот период? Врачи-травматологи дают советы, как избежать или смягчить падение. Люди без дома. У них нет документов, денег и стабильности. Как бродягам помогают в центре адаптации вернуться к привычному образу жизни? Глава государства принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. В ходе встречи были обсуждены новые полномочия уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой. Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания. В завершение Касамжу Мартукаев указал на приоритетные задачи, направленных на развитие института, омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина. Президент Касамжу Мартукаев посетил мечеть Хазрит-Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий. Теперь важная извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить ее повторения в будущем. Об этом заявил председатель Мажелиса парламента Ирлан Кушанов. В своем выступлении спикер Мажелиса Ирлан Кушанов отметил, что дебутатам были представлены факты, наглядно доказывающие, что январские события были хорошо спланированной попыткой государственного переворота, а его организаторы цинично воспользовались мирными митингами, используя людей вслепую. Он также отметил, что группы, заинтересованные в намеренном искажении информации о январских событиях, существуют как внутри, так и за пределами страны. В завершении председатель Мажелиса отметил, что теперь важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить ее повторения в будущем. Новогодние праздники выдались по-настоящему снежными. За период со 2 по 3 января в Кустанай выпала 10-дневная норма снега. Коммунальные службы города быстро отреагировали на изменения погоды. Основные улицы Кустаная очищены от снега, работы по уборке продолжаются в разных частях города. О том, кто и как убирают улицы Кустаная, расскажут мои коллеги. Новый год для коммунальных служб города начался с обильного снега. За пару дней в Кустанай выпало 18 сантиметров снега. Уборкой снега в этом году занимается 5 подрядных организаций. За каждым закреплен свой отдельный участок. В текущем году работами по содержанию улицы и месту пользования занимается 5 подрядных организаций на 8 участках. Как можно наблюдать, в период со 2 января с вечера по сегодняшний день выпало порядка 18 сантиметров осадков. То есть это норма 10 суток. Получается, со 2 января было принято решение производить механизированную очистку улиц. То есть это улиц первой и второй категории. Такие это центральные улицы, которые предназначены для маршрутов, то есть автобусы и к социально значимым объектам подъезда. Уборкой города занимается более 100 единиц техники. Тонны снега вывозят на специальные полигоны. Большая их часть находится за пределами города. Работа по вывозу снега в основном происходит ночью, когда машин на улицах города становится значительно меньше. Это уменьшает риски опасных ситуаций на дорогах кустаная. Имеется система работы, выработанная уже годами. Значит, работа круглосуточная ведется. Задействованы порядка 100 единиц техники и более 70 человек дорожных рабочих для уборки территорий. Значит, работа ведется согласно утвержденного алгоритма. Алгоритм действий и работы утверждается вместе с отделом ЖКХ, вместе с кураторами, начальником сектора и непосредственно начальником ЖКХ. Люди выходят каждый день, независимо от того, идет снегопад, стоит лютый мороз, люди работают. Люди работают как на лопатах, так же и на технике. То есть техника имеет, конечно, момент. И поломаться, это все-таки железо и так далее. Но все оперативное вмешательство всего состава предприятия гарантирует четкое, конкретное выполнение поставленных задач, поставленных работ в водке снега. Припаркованные на ночь автомобили нередко становятся серьезным препятствием для уборочной техники. Часть тротуаров и подъездные пути к домам порой очистить невозможно. Устранять подобные заторы тогда приходится при поддержке полиции. Нарушителям выписываются штрафы и предупреждения. Есть, да, такие участки, допустим, в ночь люди оставляют, на парковках машины на ночь оставляют. Это затрудняет производить вывоз. В то же время и гридирование с подметанием тоже это затрудняет. Как бы отрабатываем такие моменты местной полицейской службы. То есть пытаемся найти владельцев транспорта, чтобы освободить парковочные места, ну, либо где он затрудняет производить очистку. Снежная и ветреная погода продержится в области до конца недели. 6-7 января в регионе ожидается выпадение снега. Ветер преимущественно западный, юго-западный до 28 метров в секунду. Возможно метели и бураны. Это значит, что в ближайшие дни коммунальной службе снова предстоит большая работа. Очередной циклон ожидается на выходные, на субботу, воскресенье. Здесь с этим циклоном, это также североатлантический циклон, ожидается кратковременное повышение температуры воздуха. О, теперь выходные, значит, на субботу температура, дневные часы ожидается 0,5 морозов. Осадки также пройдут по всей, по большей, на большей части территории области, уже смешанного характера. Возможно, снег с дождем. Поэтому вероятность гололедных явлений. Вот. Также будет усиливаться ветер, порывы до 28 метров в секунду. Вот. Метели ожидаются. Циклон также быстро смещающийся. И уже, значит, во второй половине воскресенья, на понедельник, уже центр этого циклона сместится на Западную Сибирь. Капризы погоды неизбежны, но с ними можно успешно справляться. Это на практике показывают городские коммунальные службы. Своевременные действия коммунальных бригад помогают быстро справиться с последствиями непогоды. Очистить дороги и тротуары над снегом и льда, наладить движение автобусов и скорых и пожарных машин по улицам города. Дмитрий Муштал, Жас Иснежгитов, телеканал Костанай. 30 человек, 7 из них дети. Таковы итоги аварийно-спасательных работ в выходные и праздничные дни. О том, как вызволяли из снежного плена, рассказали департаменты ЧАЭС. Время новогодних праздников для спасателей всегда непростое. Все эти дни они держат руку на пульсе. Первые дни Нового года были снежными и весьма неспокойными. Спасали граждан из снежного плена. Среди них случаи в Ауликольском и Житкаринском районах, а также в городе Аркалек на республиканской автодороге Жизказган-Петропавловск возле поселка Ковыльный. В подразделении департамента совершено 47 выездов. Спасено в безопасную зону 30 человек, 7 детей, пострадавших и погибших. При червищане ситуации не зарегистрировано. Зарегистрировано одно червищане, ситуация природного характера. Это частичный срыв кровли у Ленинской основной школы, отдела образования Новозумского района. 31 жертв, пострадавших данное червищане, ситуация также будет зарегистрировано. В связи с ухудшением погодных условий 2 и 3 января были закрыты трассы районного и областного значения. По словам синоптиков, в эти дни выпало 40% осадков от месячной нормы, что усложнило работу спасателей. Наиболее обильные осадки были в Карабалыкском, Денисовском и Карасузском районах. Для ограничения движения на оборудов совместно с департаментом полиции выставлено 29 постов, задействованы более 10 единиц техники и 45 человек личного состава. Для возможного размещения граждан совместно с акиматами городов и районов дорожными службами подготовлено 43 пункта обогрева на 900 койко-мест. Своевременно проведенные вышеуказные мероприятия позволили не допустить массовые заторы автотранспорта на дозоровых областях. По словам представителей ЧС, очистки дорог к населенным пунктам продолжаются. Дороги расчищают днем и ночью. Спасатели продолжают работать в режиме усиленного несения службы. В полной боевой готовности 28 единиц высокопроходимой техники. Алмажана Мангельдинова, Олжас Исинджигитов, телеканал «Кустанай». Сотрудники ДЧС Кустанайской области напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона. Они призывают граждан быть предельно осторожными и не оставлять детей одних дома. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области на ежедневной основе проводят разъяснительные работы по правильной эксплуатации печного отопления и электричества жителями частного сектора. Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах. Причинами чаще всего становятся грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная обеспеченность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки можно предотвратить, позаботившись ранее о выполнении простых требований. Уважаемые жители и гости Кустанайской области, департамент по чрезвычайным садцам Кустанайской области настоятельно рекомендует не использовать самодельные поврежденные электроприборы, не курить в постели, именно по этой причине чаще всего происходят пожары, не сушить одежду над печами, газовыми плитами и электронагревательными приборами, не оставлять детей без присмотра и приводить с ними разъяснительную работу, очищать дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор над ними малолетним детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на притопочном листе. Граждане, имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство уже в марте текущего года. Закон о восстановлении платежеспособности банкротства граждан Республики Казахстан подписан в конце декабря прошлого года. В ходе разработки законопроекта анализировался опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физических лиц и приняты их положительные нормы. Законопроект начнет действовать в марте этого года. С учетом международного опыта в новый законопроект введены три процедуры – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Они инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника эти процедуры. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. При следующих условиях долг не должен превышать 5,5 миллионов тенге. Отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления, а также отсутствует зарегистрированное имущество. Вторая процедура – это судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника. По всем видам долгов свыше 1600 месячных расчетных показателей. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет правее его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не могут на него претендовать. Третья процедура – это восстановление платежеспособности. Предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долга до 5 лет при наличии стабильного дохода. Последствия применения банкротства – это запрещается на получение займа кредита в течение 5 лет. Повторное банкротство возможно только через 7 лет. Будет проводиться также мониторинг финансового состояния банкротства в течение 3 лет после банкротства. До марта месяца нами будет проводиться разъяснительная массовая работа. По всем возникшим вопросам можете обратиться для консультации по телефону 28 1309. Усимбаев Бержан Жолдастович, руководитель управления государственных доходов по городу Кустанай. В травматологический пункт городской больницы продолжают поступать огражения, что получили травмы на улице. Одной из основных причин врачи называют гололед. Как обезопасить себя в зимний период и не стать жертвой погодных условий – об этом в материале моих коллег. В зимний период риск упасть и подвернуть ногу или куда хуже получить перелом возрастает в разы. А Рона Ашербекова практически не помнит момент, когда потеряла равновесие и упала. Припорошенная снегом дорога, говорит, оказалась не такой уж и безопасной. Переходила пешеходный переход на автобусную остановку, и там, получается, лед был засыпан снегом, наступила и упала, вот, плашмя буквально. А какую боль почувствовала? Я не знаю, какой-то звон в ушах. И все упало, в глазах потемнело, встала сама. Вроде как оклемалась и села на автобус, поехала. А сразу же сюда пришли? Нет, я приехала на работу, и там уже вызвала скорую, сказали, что нужно ехать, но мне надо было на работе справа дела сделать, хотя уже сама приехала сюда. Там не видно, что это корочка льда. По всей дороге нет, и только вдоль бордюра он идет. Снег, когда, видимо, тракторами чистили, засыпало снегом лед, и я не увидела и наступила. В среднем в день в травматологический пункт поступает 80-90 больных, чаще всего с растяжениями и ушибами. Нередки и переломы. По словам врачей, наибольшему риску подвержены люди пожилого возраста. Им советуют выходить на улицу в сопровождении близких. Ввиду нынешних погодных условий наиболее часто поступают люди, с растяжением связок голеностопного сустава, с закрытым переломом наружной лодыжке. Часто поступают люди пожилого возраста с переломом хирургической шейки плечевой кости. Ну и, конечно же, всесезонные переломы. Это переломы шейки бетренной кости, чрезвирательный перелом бетренной кости, переломы ключицы и остальное. Все касается отдельной травмы, но если человек упал, упал крепко, если он повредил позвоночник, если повредил бетренную кость и остальное, то он, в принципе, сам не будет двигаться. Болевой синдром очень ярко выражен. И обычно прохожие помогают таким людям, вызывают скорую помощь. Те уже оказывают медицинскую помощь и доставляют больных к нам. Ну, если человек банально подвернул лодыжку, почему бы ему не встать? Главное не наступать на ногу, если он ударился кистью тоже опять-таки. Ему лучше подняться с холодной земли и, естественно, что-то более теплое, дождаться приезда скорой помощи. Кроме оказания медицинской помощи пациентам важна и психологическая поддержка. Медсестра Асель Соктаганова успевает и направление врача выписать, и добрым словом поддержать. Состояние шока у поступивших, говорит, довольно частая реакция. Довольно часто и типичные все травмы поступают, поэтому пациенты, в принципе, не паникуют, все работают ровно. Но также мы тоже работаем ровно. Если бывают пациенты с эмоциональными всплесками во время боли, то мы также работаем ровно и разговариваем с пациентами, чтобы они более-менее успокоились. Потому что наше психологическое отношение, психоэмоциональное, скажем так, большое влияние имеет на пациентов. Если мы себя спокойно ведем, то и пациенты тоже успокаиваются. Врачи рекомендуют горожанам быть на улице предельно внимательными, особенно во время гололеда. Чаще смотреть по сторонам и желательно на время сменить обувь на скользкой подошве. Иными словами, не быть беспечными по отношению к своему здоровью. Ведь порой даже малейшая неосторожность может привести к плачевным последствиям. Алмажана Мангельдинова, Руслан Жабаев, телеканал Костанай. Жители города активно проходят скрининговые обследования в поликлиниках. Они предназначены для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Медицинский профилактический осмотр осуществляется за счет средств ОСМС. То есть для застрахованных граждан скрининг проводится бесплатно. Скрининги проводятся по конкретным заболеваниям и для определенных возрастных групп. Это дети до 18 лет и взрослые в возрасте от 30 до 70 лет. Медицинскому осмотру подлежат пациенты даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов исключительно для уверенности в своем здоровье. В каждой поликлинике города имеются скрининговые кабинеты и специалисты узкого профиля. После того, как пациент пришел в доврачебный кабинет, ему определяют экспресс-диагностику, проводят экспресс-диагностику холестерина на выявление болезни системы кровообращения, экспресс-диагностика сахара крови для выявления сахарного диабета и определяют бесконтактным методом, определяют внутриглазное давление на выявление глаукомы. После того, как пациент проходит анкетировано, согласно статистической карте, заносятся данные о том, какие вредные привычки у этого пациента есть, имеется ли избыточная масса тела, то есть определяют антропиометрические данные, то есть взвешивают пациента, определяют рост, вес, индекс кетли, меряют давление и эти все параметры вносят в статистическую карту. После анкетирования и экспресс-диагностики пациенты проходят дополнительный осмотр, поскольку риски заболеваний в каждом возрасте разные. Все обследования проводятся согласно записи. Но, естественно, если выявляется какая-то онкопатология, то у нас работает другой приказ, согласно которого пациентам с онконостороженностью создают зеленый коридор. То есть без очереди, без задержек данного пациента пропускают по зеленому коридору. На скрининг работодатель обязан отпустить пациента в течение трех дней. То есть это прописано законодательством. Более трех тысяч женщин в этом году прошли скрининг на выявление рака молочной железы во второй городской поликлинике. Это пациентки в возрасте от 40 до 70 лет. Они в обязательном порядке посещают смотровой кабинет и маммографию. Эти процедуры пациенткам специалисты рекомендуют проходить раз в два года. С помощью маммографа, маммографического исследования, выявляются такие заболевания, как рак молочной железы, образования различные, фибраденомы, кисты и так далее. Все, что касается молочной железы и что может образовываться, все можно выявить на ранних стадиях. Все это выявляется и прекрасно лечится. В период скринингового исследования в среднем 20-25 человек в день. Пройти скрининг жители города могут в поликлиниках, которым прикреплены. При этом пациент должен иметь статус застрахован. Специалисты напоминают, что кампания прикрепления проходит ежегодно с 15 сентября по 15 ноября. В этот период можно выбрать поликлинику по желанию. В случае смены места жительства прикрепление возможно в течение года. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал «Костанай». Помощь каждому, кто в ней нуждается. В «Костанай» продолжает работать Центр временной адаптации для лиц без определенного места жительства. Десятки людей, оказавшихся на улице, особенно в зимние морозы, здесь находят временный ночлег. Как бродягам помогают вернуться к привычному образу жизни, увидел Диас Наспаев. Разные судьбы, разные истории. Но всех этих людей объединил один общий дом. Городской центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь оказываются те, кому больше некуда идти. В нашем центре предоставляется полный комплекс спецсоцуслуг, получательных услуг, которые находятся в центре и телевидении ночного пребывания. Количество койко-мест в центре 42, центр 100% загружен. И количество койко-мест в отделении ночного пребывания 50. Там на сегодняшний день 70% загрузка. То есть имеются еще свободные места. Получатель услуг, попавший в центр ресоциализации и желающий поменять свой образ жизни, то есть социализироваться в обществе, то ему такая возможность предоставляется в полном объеме. В этом учреждении есть и те, кто приходит не в первый раз. Василию Медведь 62 года. В центре ресоциализации ему помогли собрать все необходимые документы для получения инвалидности, встать в очередь на операцию. В 2012 году освободился с Кушмаруном. Пришел сюда, получил удостоверение. Получил инвалидность, помогли. Дал на квоту по операции на ногу, на бедро. Съездил в Астану. Потом со мной отработали и уже ушел на квартиру. Подходит в срок, просто-напросто уже по возрасту на пенсию надо выходить. Пришлось опять вернуться сюда. Лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают медицинскую помощь и при необходимости юридическую консультацию. Спектр услуг обширный. В этом учреждении оказывается профессиональная психологическая помощь каждому, кто в ней нуждается. Анна Котова работает здесь уже более 13 лет. За это время, говорит, встречала разные судьбы. Цель, с которой вы сюда к нам поступили, она уже... Оправдана? Нет еще? Есть над чем работать? Устроилась сюда вообще по молодежной практике и осталась надолго. Сначала работала специалистом, а потом уже перевелась на должность психолога. Контингент здесь разный, различный. Ну, каждый, конечно, те, кто оказались действительно в трудной жизненной ситуации. Все приходят сюда. Психолог, он как прежде всего работает с душой человека. Ну, лечит душу, скажем так. То есть психологов не надо бояться. Это не врач, это не психиатр. И, естественно, самый основной инструмент – это беседы. Где-то мы с ними беседуем, где-то они рассказывают все свои трудные жизненные ситуации, все, что с ними происходило. Также, конечно, проводим тренинги совместные. Вот, и работаем, стараемся охватить каждого человека и узнать судьбу каждого. Юрист Центра Айнур Рахметова вот уже второй год помогает восстанавливать документы и оказывает необходимую помощь. Истории, говорит, разные. При поступлении получателя услуг составляется договор о ресоциализации, который заключается на один год. При поступлении их составляется еще индивидуальный план на каждого получателя услуг. В этом плане все отображается. Есть люди, которые осуждены. Может, у них были квартиры. Вопросы разные бывают. Там, получается, могут квартиру перепродать или еще какие-то без их согласия. То есть, ну, я им оказываю содействие. То есть, потом кредитные сейчас, вот это сами знаете, онлайн-кредиты и так далее. Костанайский городской центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для многих без преувеличения стал вторым домом. Хоть и временным. Диасна Спаев, Руслан Джабаев. Телеканал Костанай. Мораторий на отстрел сайгаков продлили до 2024 года. Ряд комплексных мер по охране принят в связи с сокращением численности сайгаков. Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков, на сегодняшний день их численность достигла до 1,3 миллиона особей. При их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей. При этом усилилась конкуренция сельскохозяйственными животными, запаспища и водопои. Участили случаи потравы посевов. В этой связи на Министерство в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены ряд вопросов. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова